И в 41-м поражении, давайте громко поприветствуем Аримарсель Санкт-Петербурга! Его соперник в красном углу октагона. Он младшего оппонента на 14 лет, ему 29. Рост 1 метр 87 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Из северной столицы России, славного Санкт-Петербурга. Он кандидат мастера спорта по панкратиону. Его профессиональный рекорд 8 побед при 5 поражениях. Александр Гребнев! Рефери в октагоне Артем Олексенко. Артем Олексенко рассудит Аримарселя Санкт-Петербурга и Александра Гребнева. Полусредний вес, 3 раза по 5 минут. Поехали! Смотрим. Опыт против молодости. Гребнев повыше ростом, у него больше размах. Ну, Аримарселю преимущество антропометрическое соперников никогда не мешало. Внимательно действует бразилец, окружит вокруг него Гребнев. Да, дерется Аримарсель целую вечность. В свое время, в октябре 2011 года, встречался он с Хабибом Нурмагомедовым. Ни много, ни мало, но уступил. Тогда уступил досрочно. Активно перемещается Александр Гребнев. Нужны, конечно же, удары. Занял выжидательную позицию откровенно Аримарсель, причем делает это не первый раз. Интересно, доведет ли счет своих поединков до сотни этот бразильский опытнейший спортсмен. Но пока что заканчивать он не собирается. Дерется часто, находится в отличной форме. Но ему 43. Хотя на разных ресурсах фигурируют разные цифры. Например, на шорт-доге стоит 39. Ну, может быть и 39, значит. Но здесь же есть официальная статистика от ММА-серии. Вот так, посмотришь на бороду с сединой. И всякое можно подумать. Ну да ладно. Мы договорим в сторону, чуть больше минуты позади. Отличный лоу-кик был от Гребнева. Пока что Александр предпочитает работать издалека и продолжает отбивать левую ногу соперника. Аримарселю не хватает скорости перемещения. Он не может пока что зайти на удобную для себя дистанцию. И Александр этим пользуется. Есть проблемы с левой ногой. Несколько калф-киков уже разбили икрой и рассчитывает на правый вверхенд. Но Сантос, возможно, постарается бороться. Потому что здесь вот проигрывает, конечно же, быстрее, явно быстрее Гребнев. Атака аккуратно. Мы видим, что начал уже подключать удар левой рукой Гребнев. Бьет по корпусу. Сантос продолжает отбивать левую ногу соперника. И в целом пока что Александр работает очень прагматично. И уверенно ведет этот поединок к своей победе. Одна виктория уже при помощи лоу-киков сегодня была. Осторожная работа. Здесь на подшаге слева неплохую атаку провел Александр. Но Сантос пока еще ничего не показал. Но и в этом, безусловно, есть существенная заслуга Александра Гребнева. Который тактический рисунок выбрал такой, который, причем, пока что заставляет бразильца. Причем бразильца крайне опасного, как мы знаем, выглядеть весьма неубедительно. Вверхенд мимо и еще один хай-кик. Пока справляется со всеми этими опасностями Мари Марсель, но с большим трудом. Пытается быть просто неуловимым Александр. Порхает, как бабочка. Жалит, как пчела. И продолжает активно перемещаться. Вот сейчас провалил Гребнев Мари Марселя, но ответить не сумел. Гребнев спокойно выполняет работу по замедлению соперника. Несколько ударов по корпусу. Все эти лоу-кики делают свое дело постепенно. Чуть больше минуты до конца первого раунда. И опять промахивает здесь слева. Чуть-чуть не хватает Гребнева. Чуть больше минуты, да, остается. Времени не так много, ну и не так мало. За эти 60 с небольших секунд можно все вопросы снять в этом поединке. Ну что, похоже, мы можем увидеть второй раунд здесь. Неплохая атака от образеца. Джеб в разрез. На выходах мы отмечали, что парни очень упорные. И проигрывать досрочно не любят. Так что, в общем, да, сейчас ведет этот поединок Гребнев. Но мы видим, что Ари Марсель не выглядит потрясенным, растерянным. Сейчас, вероятно, в углу Гора Зизян внесет коррективы в его тактику. И посмотрим, что сможет противопоставить вот такой тактике Александра Гребнева во втором раунде Сантоса. Но пока все это действительно больше похоже на односторонний бой. Но, конечно, про оценку 10-8 здесь не приходится говорить. И не было таких потрясений. Подскажется Гребнев. И последнее мгновение. Перерыв. Александр Поветкин на ваших экранах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВОСТОЧНЫЕ ПОСНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ И��은 выяснить, что не богаты с ним. Успойный. Страшно. Смотрите на статистику 2 на 18. Это по точным ударам. То есть всего лишь дважды попал Ремарсель Сантос в первом раунде. И 16 выброшен. У Александра Гребнева все гораздо лучше. Так по-хорошему заведен Александр. Закрывается калитка. Итак, смотрим продолжение. Сантос против Гребнева. Сразу же прессинг от петербургского бойца. Подсказывают Александру, что выдумывать ничего не надо. Необходимо делать все то же самое. И вот ожидаемые изменения от Ремарселя. Он вошел в проход в ноги. Действительно ему необходимо было что-то делать. Вот с этой неудобной абсолютно для себя дистанцией. Решил поискать счастье в борьбе. И вот так вот заваливается здесь. Пытается оказать воздействие на ногу Ремарсель. И скрутить пятку пытается. Смотрим. Пытается выйти на скручивание пятки. Смотрим, смотрим. 24 победы приема в карьере в фуаре Марселя. Ногой в голову бить нельзя здесь. Продолжается встреча. Хотя нарушение там было. Ну, вкусное замечание. Потому что действительно из партера в партер ногой бить нельзя. Колено по корпусу, локти на коротке. Итак, гард. Пытается освободить руки Александр Гребнев. И тут же наносит еще один удар. Полтора минуты позади во втором раунде. Очень аккуратно из гарда оппонента продолжает работать Гребнев. Действительно, Ремарсель очень опасен. Во всех практически позициях в борьбе. 24 победы приемами у этого спортсмена в активе. Корпус, голова и опять же с подключением локтей. Вы видите цифры статистические. И они говорят о том, что ногами очень много работало Гребнев в этом поединке. Но сейчас у нас борьба. Времени очень много. Сейчас очень важно Александру подобрать нужный для себя темп. И спокойно набирать очки. Этим он и занят, в принципе. То есть никакой опасности себя не подвергает. Поработал из гарда соперника. Мы слышим, что тренер Александра очень переживает за своего подопечного. И именно считалось, что опасен Сантос в борьбе. Но на стиле всех подвухов удалось избежать. Попросил поддержки Александр у зала. И зрители ответили взаимностью. Вдохая подставка от Ари Марселя. Который опять выжидает. И будет он пытаться поймать на движении Гребнева. Левый боковой сейчас зевнул Сантос. Ответить не успел. Продолжает прессинговать Гребнев. И вновь просочился буквально в борьбу. Ари Марсель, ну, в принципе, ему терять-то нечего. То есть все настолько плохо, что можно и оказаться в позиции на спине. Да, так подвернулся Ари Марсель. И, видимо, рассчитывает на совмешанность этой позиции. Таз пытается вывести. Да, он фактически исполнил Иманари Ролл. Он такой своеобразный, конечно. Но залез под соперника. Хороший локоть от Гребнева. Есть возможность у Александра подняться и уйти на дальнюю дистанцию. Но решил поработать по корпусу. И отработал очень плотно. Чуть больше минуты. Ну, второй раунд у нас также остается постепенно за Александром. И увидим ли мы красивый яркий финиш. 17 раз был в нокауте Ари Марсель за карьеру. Правый, правый, правый. Прямо левой по печке зайдет с ногой. Посмотри. Начинает скачать корпусом. И по печени действительно заходит. Хорошо слышит свой угол Александр Гребнев. Правый, лобик. Причем при обилии, в принципе, в карьере, поражении нокаутом в ММА-сирии, Сантос проигрывает пока что только решениями. Да, и опять же, достаются перспективные бойцы. Ну, вот Василий Руденко вообще ярчайший боец. Но выиграл действительно только лишь вследствие судейского вердикта. Руки подняли. Уже не так много времени. И, кажется, Сантоса может спасти только какое-то чудо. Сейчас будет еще один минутный перерыв. И затем заключительный третий раунд. Вячеслав Камнев и Сергей Дьяконов здесь же, естественно, присутствуют. Ждем, ждем определенные анонсы следующих боев и Дьяконова, и Бубршева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, третий раунд у нас на очереди. Заключительный третий раунд! Ну, инструктировали Александра Гребнева в перерыве. В общем, в целом было сказано, что необходимо продолжать работать в том же духе. План реализует Александр Гребнев. Работает дисциплинированно, не рискует. И два раунда забрал уверенно 10 минут. О, есть попадание! Ничего себе! Ну что, будет подниматься или нет, Ари Марсель? Показывает Александр, что нет, меня так не перехитрить. Рассчитывал как раз Ари Марсель, что бросится добивать его Гребнев, и там попадется в ловушку. Но не то-то было, да. В унисон мы с тобой сказали. Действительно, очень грамотное поведение Гребнева. Все видит. Чувствовал, что не так сильно я попал, чтобы он так букнулся на настил. И вот сейчас... И что, опять Гарт, там хорошие шансы под маунт были. Да, будет искать свое счастье здесь в джиу-джитсу, в грэплинге. Ари Марсель Сантос, других вариантов у него просто нет. Гарта бразилец не закрывает, в очередной раз пытается вывести бедра, но все чувствует, все понимает. Гребнев. И, вы знаете, видим прогресс Александра с точки зрения кардиоспособности в том числе. Но из первых же минут этого поединка, в общем, не было каких-то безумных моментов в режиме Берсерка. Очень грамотно распределяет силы Александр Гребнев. Нельзя так же сказать, что поединок проходит в каком-то невероятном темпе. В общем, Александр работает очень уверенно и в том темпе, который считает комфортным для себя. Две минуты позади в заключительном раунде. Так демонстративно отворачивается от соперника Гребнев, давая ему возможность встать. Ну, вообще Александр такой харизматичный боец. И здесь атака, вот такая размашистая вот Ари Марселя. Ну что, зарубится на средней дистанции. Бежит вперед Бразилия. Решил рискнуть, попробует зарубиться на средней дистанции. Прицеливается Александр. Очень жесткий хайкик закинул сейчас Гребнев. Зашел удар через блок. И еще раз, на сей раз покасательный. Не знает, просто Сандес по какому уровню пойдет следующая атака петербургского спортсмена. Мимо. Левый боковой мимо. Будут ли удары с вращением? Вот еще пары бэкэстов здесь может быть не хватает. Лоу-кик. Давненько их не было. Уже отбитый на ген. Но идет вперед Ари Марсель Сантос. И вот сейчас у сетки блокирует он Гребнева. Пытается Александр продеть андерхуке. Но пока не получается. Статичная позиция. И нет, не получается. На себя просто заваливает Гребнева Ари Марсель. И отсюда можно работать опять же по формусу, по голове. Вот хаммерфистов было немного от Гребнева. Суммарно по поединку. Он локтями предпочитал отрабатывать в подобных позициях. Кстати, вот был первый эпизод, когда удалось зажать на несколько секунд у сетки. Ари Марселю, Александра. Возможно, если бы у него получались такие эпизоды почаще, поединок бы пошел в другом ключе. Но Гребнев отлично перемещался. Постоянно имел за спиной достаточно дистанции, чтобы не быть заблокированным. И последняя минута сейчас начнется в этом поединке. Похоже, встреча имеет все шансы дойти до решения. Но это решение, видимо, будет гласить о победе Гребнева с отчетом 30-27. Ведут также по времени Ари Марселя, но ему сейчас необходим подвиг настоящий, чтобы вырвать победу. Пока что никаких предпосылок для того, чтобы Ари Марсель совершил чудо, мы не видим. 44 победы и 41 поражение у Сантоса. Возможно, эти цифры и сравняются в будущем. Смотрите, как сейчас рвался просто вперед Ари Марсель, опустив руки, выбрасывал удары, но ничего не получилось. Все, 10 секунд. Неплохо, неплохо отработал Александр Гребнев на протяжении всех 15 минут. И очень интересно узнать, с кем же сразится в следующий раз Гребнев. Поздравляем, Сашо. Уверенная победа, очень нужная победа. Напомним, что в последнее время дела у Александра шли не очень хорошо. И я уверенно заявил о себе Александр Гребнев в ММА-серии. Будем надеяться, что он продолжит выступать в этом промоушене и продолжит нас радовать своими победами. Ждем тем временем вердикт. Впереди у нас еще большая программа. Напоминаю, в главном поединке сегодняшнего вечера Тега Кордоса против Сергея Харитонова. До этого финала Гран-при в наилегчайшем весе Азиза против Мишина. А перед ними Олег Дадонов и Манас Имаров. Это тот случай, когда поясом может завладеть только один из спортсменов. Да, в ММА-серии такое бывает. И этот человек Олег Дадонов. Но еще до этих трех поединков также нас ждет два очень интересных противостояния. Единственный женский бой сначала мы увидим против Жосифа Бриэли. И Жосифа Бриэли против Ирины Чернышовой. И тяжеловесы, тяжеловесы. Майкон Дуглас против Даниила Орепьева. Давайте наградим парней аплодисментами. Это был красивый поединок, который продлился три полных раунда. Победу единогласным решением судей одержал Александр Гребня. Спасибо.